Аш-омега-дебая в квадрате, у нас дельта-квадрат, дельта. Ну что, ясно, что теперь надо выделить квадратный корень. Квадратный корень, ну, это умножить на дельта, умножить Аш-омега-дебая, и начинается то, что-то. В результате получим такой ответ. Не поводенную простые выкладки. Два, где, единица, одна, V равно ноль. Где, на двойку, V равно ноль, минус единица. Вот некий промежуточный результат, который можно переписать так. Итак, H-омега-дебая, поделим знаменатель на числитель. И, оказывается, это равняется синус гиперболический, единица, 0,2,0. Давайте будем работать в приближении слабой связи. Значит, вот эта величина, потенциал взаимодействия на плотность энергетического расстояния, она величина безразмерная. То есть, V, так сказать, имеет размерность энергии, Rho, единица на энергию. И вот будем считать, что вот эта величина много меньше единицы. То есть, V мало. Тогда, вот этот синус гиперболический, можно приближенно возложить. Единица на V, Rho, 0. Потому что, ну что такое-то, значит, е, минус е с таким же аргументом, только с минусом на 2. Ввиду вот этого соотношения, вот этим членом, экспоненциально мало можно понимать, значит, это есть 1, 2, 2, 2, 1, V, Rho, 0. То есть, синус заменяем на вот такую экспоненту, и окончательный ответ дельта равняется 2H, омега, дебая, E, 1, V, Rho, 0. Ну вот, мы нашли, как выражается, вот это нам неизвестная величина дельта, через характеристики системы, ширину вот этого дебаевского поиска около энергии фермии, силу потенциала взаимодействия и плотность состояния на уровне фермии. Так, ну давайте, значит, теперь вернемся к энергии основного состояния, которая через эту дельта выражается, и покажем, что энергия основного состояния с такой придуманной волновой функцией действительно ниже, чем энергия электронов в нормальном состоянии. Значит, я напомню, что если бы реализовалось у нас решение дельта К0, значит, и условия коэффициент ВК единица 0 при К меньше К фермии, и 0 при К больше К фермии, то смотрим тогда на выражение для энергии основного состояния. Энергия основного состояния нормального была бы вот такая сумма двойка, сумма пока меньше К ферми ЕК. Вот энергия нормального состояния, где электроны забивает все уровни до поверхности фермии. И вот давайте будем считать разность между нашей энергией основного состояния усвоенённой по феноле и вот этой энергии нормального состояния. Давайте введём величину такую назову её W энергия основного состояния со спариванием электронов минус Е энергия 0. Значит, это есть два сумма по К меньше К фермии Эпсилон К В квадрат К минус единица. Вот эта минус единица и появилась как раз от вычитания вот этой энергии. Ну, а там значит, такие два сумма по К большей сферми Эпсилон К В квадрат К минус потенциал взаимодействия мы его берём уже в форме БКШ учитываем, что он отрицательный, поэтому знак минус выносим. ставим здесь в черту К штрих, поскольку мы суммирование ведём только в поиске вот этом Войном Дубаевском около энергии поверхности ферми. ну и теперь давайте преобразовывать вот эти каждые из трёх вкладов. Ну, проще всего представить вот этот последний член. так, минус В сумма К К Штрих У К В К У К Штрих В К Штрих Вспоминаем наше определение параметра Дельта значит, вот если взять вот это скажем, вот это нить, то мы получим минус Дельта Давайте сделаем такую вещь добавим поделим это на потенциал и потенциал поставим здесь опять А, можно так ну ладно, можно их оставить Опять это Дельта значит, минус Дельта в квадрате на В значит, член потенциальной энергии мы выразили через Дельту теперь давайте займемся вот этими двумя вкладами так дубль В двоечка сумма пока меньше кофе ме псилу К так вот этот член вспоминаем вспоминаем как выглядит запись в квадрат К есть одна вторая минус Эпсилон К маленькая на ЕК большое минус единица что такое ЕК большой я здесь для краткости ввел такое обозначение давайте давайте вот этот корень квадратный который у меня все время будут фигурировать я вот буду обозначать одной буквой так так плюс двойки сумма К больше К ферме Эпсилон К одна вторая единица минус Эпсилон К на ЕК минус Дельта квадрат на В так теперь давайте заметим что вот в этих суммах ОК основной вклад дает области где К порядка К ферме близко к ней почему потому что если мы далеко уйдем от этого района К порядка К ферме у нас это это дельта становится мала и Е большое просто фактически сравняется по модулю с Эпсилон тогда значит если вот это учесть мы во-первых давайте учтем как это выражение при области минус К ферме выглядит оно значит выглядит так 1 вторая единица минус Эпсилон К ЕК минус единица Эпсилон в этой области отрицательное значит оно будет если привести к общему знаменателю все это будет минус 1 вторая плюс 1 вторая Эпсилон К на ЕК это при К меньше коферме ну вот в результате если это учесть то дубль В у нас будет выглядеть следующим образом дубль В суммируем в области импульсов меньших коферме суммируем в области импульсов больших коферме минус бельтинка в 0 на В ну и нетрудно сообразить что вот эти члены оба первый и второй дают фактически одинаковый вклад в как говорится в нашу энергию почему дело вот в чем скажем если взять К порядка коферме то Эпсилон К у нас преобразовывается к виду которую вам не раз показывали H квадрат коферме на М К минус коферме вот если брать области прилегающие коферме и тогда не трудно увидеть что Эпсилон К который меньше коферме по модулю оно совпадает равняется с Эпсилон К при К больше коферме ну вообще говорится значит вот эти два вклада вблизи коферме равны и поэтому значит W мы можем переписать в таком виде 2 сумма по К больше ферме Эпсилон К единица минус Эпсилон К на ЕК большое и вот эта добавочка Трета квадрат В ну опять-таки начинаем начинаем выполнять суммирование от суммирования переходим к интегрированию заметим что у Эпсилон К не равняется не равняется не небольшой К не равняется Эпсилон К то и значит Эпсилон К меньше H омега Дбайя поэтому когда мы переходим к интегрированию у нас у нас 2 интеграл от 0 до H омега Дбайя плотность состояний энергия единица минус энергия давайте сейчас Е большое выпишу в явном виде Е квадрат плюс дельта квадрат Д Эпсилон вот что у меня получилось от кинетической энергии минус вельта квадрат В от потенциальной энергии интеграл этот состоит из кучи табличных интегралов но прежде чем его взять конечно мы как водится во всей этой нулке плотность состояний заменяем плотностью состояний на уровне первом и уносим знак интегрирования Эпсилон единица минус Эпсилон Эпсилон квадрат плюс дельта квадрат Эпсилон Ну оказывается вот этот интеграл берется значит пишу ответ для интеграла H Омега Дебая Эпсилон единица минус Эпсилон если все это проинтегрировать оно выглядит так H Омега Дебая в квадрате делить на 2 минус H Омега Дебая Дельта на 2 нужен вот на такой корень квадратный плюс Дельта квадрат на 2 умноженный на обратный гиперболический синус слышали такую функцию? что необычного все функции самые обычные нет иногда я сталкивался с тем что люди не знают что есть такие функции правда это когда я с экспериментаторами ну и вот теперь все это все подставляем вот сюда в этот интеграл я запишу дубль В разность энергии так дубль В плотность состояния на уровне ферме а ну да двоечка с этой двоечкой съелась у меня а а в синус H омега Дебая на дельта а минус дельта квадрат на В ну здесь еще полезно преобразовать вот этот обратный гиперболический синус я напомню что вот сейчас когда мы решали уравнение мы получили такой ответ дельта равняется H омега Дебая деленное на синус гиперболический а потом я синус гиперболический с учетом малости взаимодействия на экспоненту но вот давайте пока поглядим на это выражение значит отсюда видно что синус можно записать так H омега Дебая на дельта ну и возьмем обратную функцию от обеих частей значит если мы возьмем обратную функцию получаем единица на В 0 обратный гиперболический в синус вот от такой штуки это как раз то что у нас стоит в нашем выражении поэтому значит обратный гиперболический синус можно заменить на Vr0 ну и оказывается значит если вот сюда поставить это сократить с этим то вот этот член вот этот член взаимно уничтожится в результате получили мы следующий ответ значит W разность двух энергий я все равно 0 а теперь учтем что вот наша дельта которую мы написали это у нас у нас имеет такой вид 1 на Vr0 из этого экспоненциального множителя много меньше чем H и из этого экспоненциального множителя много меньше чем H и значит здесь под корнем вот эта добавочка много меньше чем H и но если пронебречь первый и второй член, вообще уничтожится, а если разложить дробь, то есть корень квадратный приближённо, значит, равно ноль h омега дебая, так, минус h омега дебая, как корень квадратный приближается на единица плюс 1 вторая дельта h омега дебая пополам. Вот взяли приближённое возложение квадратного корня, вот эти члены взаимно уничтожились, ответ выглядит так, минус 1 вторая р омега дельта квадрат меньше ноль. Мы сочетали разность энергии, разность энергии чисто нормального состояния, и вот то состояние, которое, как придумали Баудин-Копер-Шрифер, описывается спаррельными, так сказать, с состояниями, или того, с противоположными спинами и противоположными управленными импульсами. Видим, разность энергии отрицательная, значит, вот это состояние, придуманное Баудин-Копер-Ш, оно будет, так сказать, энергетически более выгодно. Эта энергетическая выгодность возникла из-за того, что мы включили вот этот потенциал, притяжение В. Ну и надо подчеркнуть, что вот это выражение для энергии основного состояния, вообще оно является неаналитичным по параметру взаимодействия В. Давайте, значит, вспомним, что вот для дельта у нас вот это выражение, подставим выражение для дельта вот сюда, тогда W у нас есть минус два РО 0 аж омега Дебаев в квадрате и минус два РО 0. Ну, предположим, пришла бы нам идея разложить эту экспоненту, бесконечный ряд Тейлора. Ну, тогда мы должны выписать вот так, простите, вот здесь квадрат я забыл, аж омега Дебаев в квадрате, поехали бы разлагать, единица минус два В РО 0 плюс одна вторая на два В РО 0 в квадрате и так далее, и так далее, сколько ряд Тейлора. У нас бы получился забавный ряд, когда В стремится к нулю, потенциал взаимодействия, фактически каждый член ряда у нас расходится, а на самом деле, как говорится, если это назад, то получается, сворачиваешь, вот малая, конечная величина. В общем, результат неодолитичный по теории к выпозмущению. Вот мы сочетали разницу между энергией нормального состояния и, так сказать, состояния со спаренными электродами. И теперь я кое-что напомню. Когда-то, когда мы рассматривали свободную энергию сверхпроводящего состояния и нормального состояния, мы показали, что плотность энергии выражается минус H квадрат СМ на 8П. Плотность энергии сверхпроводящего состояния ниже свободной энергии нормального состояния, вот на эту энергию конденсации. Если мы температуру погоним к нулю, то, значит, плотность энергии сверхпроводящего состояния перейдёт просто в энергию основного состояния сверхпроводника, а вот это перейдёт в энергию основного нормального состояния. значит, мы легко можем сообразить, что по таком предельном переходе у нас получится лимит ФС минус ФЛ при Т, стремящемся к нулю, перейдёт в энергию минус энергия, в дубль В, ну, это равняется с одной стороны минус одна вторая плотность состояния на квадрат щели, потом не будем пока говорить слово щель, пока какая-то неизвестная перейдёт. С другой стороны это равняется вот от сула, если предельный переход, критическое термодинамическое поле при нулете температура на 8B. Ну, вот у нас возникает такая связь. Оказывается, можно вывозить критическое термодинамическое поле через плотность состояний. Оказывается, что можно получить отсюда H С0 2 на Пи на В0 на Дельту. Вот, значит, мы исследовали с вами основное состояние модели БКШ. Попишите название следующего заголовочка. возбужденное состояние в модели БКШ по нулевой температуре. Возбужденное состояние в модели БКШ по нулевой температуре. Ну и давайте сделаем перерывчик минут на 10. Можно и чай попить. подождем. Спасибо. 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 Продолжение следует...